Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале Купи на дачу мы приготовили для вас замечательный подарок. Мы пригласили в гости технического тренера компании Кускварна в России Юрия Волкова. И сегодня речь пойдет о том, как правильно точить пильную цепь бензопил. Ведь это самый главный вопрос при эксплуатации этого инструмента. Все верно? Да, все верно. Добрый день, дорогие друзья! Именно про это мы и поговорим. От того, как работает пильная цепь, во многом зависит эффективность работы такого инструмента, как бензопила, электрическая пила, аккумуляторный инструмент, если вы уже успели овладеть таким видом инструмента. И эти аксессуары, которые представлены перед вами, они как раз и предназначены для современных бензопил. Вот именно про это и пойдет у нас сегодня речь. Юрий, итак, я приобрел новенькую бензопилу цепную, приехал на свой предусадебный участок. В магазине, в хорошем магазине мне вручили с собой масло для двигателя, масло для ухода за пильным инструментом. То есть у меня все хорошо, 7, 8, 10 часов я работаю, что-то распиливаю, но потом вдруг эффективность инструмента падает. В чем же дело? Да, вы совершенно правы. И связано это прежде всего с тем, что пильная цепь, которая установлена на пилу, имеет особенность со временем затупливаться или тубиться. И здесь нам потребуется специальный набор инструментов, с помощью которого можно быстро, находясь прямо дома, либо у себя на даче, привести цепь в рабочее боевое состояние. Я, когда готовился к встрече с вами, немножко по сердцу в интернете, и наткнулся на такую мысль, высказанную одним из специалистов, что цепь, которая затачивается в домашних условиях самостоятельно, живет дольше, ну где-то примерно в 10-15 раз, чем та, которая точно... Да, вы совершенно правы, потому что с использованием механического станка, который для этого, в принципе, даже многие компании производят подобное оборудование, но при использовании такого способа заточки у вас с пильной части, с лезвия как бы зуба снимается за один проход вот этого быстро вращающегося наждачного круга, снимается примерно 0,3 миллиметра стали. При этом существует очень большой риск того, что предварительно закаленная в специальных условиях цепочка потеряет первоначальные свойства из-за перегрева от контакта с этим вращающимся диском. Так, хорошо. Я, предположим, определился, что точить пильную цепь я буду самостоятельно. Что необходимо приобрести мне дополнительно к цепи и к тем ее поставленным аксессуарам в магазине? То есть чем я буду, собственно говоря, это делать? Ведущие компании в области производства инструмента, такого как бензопила, рекомендуют для заточки, самостоятельной заточки, использовать специальные комплекты, и компания Husqvarna выпускает их вот в таком вот виде. Естественно, что здесь в комплекте присутствует все необходимое для проведения этой манипуляции. Это два круглых напильника определенного диаметра, которые подбираются непосредственно, исходя из типа размера пильной цепи. Здесь есть специальная, удобная, безопасная для пользователя рукоятка, которая устанавливается на эти напильники, и самая главная деталь этого набора – это специальный шаблон, с помощью которого напильник устанавливается на режущую часть зуба идеальным образом. То есть там необходимо соблюсти несколько специальных углов наклона этого напильника, и чтобы правильно заточить зуб, этот шаблон помогает просто идеально установить напильник на режущую поверхность зуба. Вот я сейчас на столе вижу несколько наборов, и вижу, что, как я правильно понимаю, шаблон, он здесь в каждом наборе практически разного цвета. Вот что это означает? Да, это сделано для удобства пользователя, и так как разные модели бензопил, на разных моделях бензопил используются различные типоразмеры цепей, и, соответственно, к каждому виду цепи, к каждому виду цепи подходит свой уникальный заточной комплект, и подобрать, правильно сориентироваться, что к чему подходит, вам помогут либо в магазине «Купи на дачу», либо вы сможете это самостоятельно сделать после внимательного просмотра сегодняшнего нашего ролика. Сейчас такое время, что многие покупки, в том числе и наши подписчики, делают в интернете. Некоторые из них могут посчитать, ну, хорошо, вот у меня есть бензопила, мне нужно купить цепь, ну, бензопила у меня, понятно, Кускварна, ну, и возьму-ка я себе куплю цепь Кускварна. И не все, к сожалению, могут знать, что, ну, вот насколько я и даже я не очень просвещен, человек понимает, есть четыре вида зубьев, ну, условно говоря, основных видов цепей. И каким же образом ориентироваться, на что ориентироваться при выборе такой цепи, чтобы потом и поработать, и потащить было реально? Ну, да, совершенно верно. Основные четыре вида цепей, которые применяет компания Кускварна со своим инструментом, подразделяются, ну, вот на, собственно, два варианта шага цепи. Это может быть шаг цепи 3,8 дюйма, либо 0,325 дюйма. Также основные два параметра, вернее, второй основной параметр – это толщина хвостовичка. И здесь это та часть цепи, которая скользит по пазу шины. Соответственно, здесь два варианта, может быть, самых распространенных. Это 1,3 мм, либо 1,5 мм для более мощных профессиональных пил. Ну, в основном, наверное, наши подписчики пользуются полупрофессиональными и любительскими пилами. И вот, чтобы вы, ну, скажем так, лучше всего посоветовали, на какие цепи, на какие типы размер цепей обратить внимание? Ну, если вы используете в своей работе бытовую пилу, такую, как Husqvarna 120, Husqvarna 130, Husqvarna 135 Mark II, то на такую модель бензопилы устанавливается цепь, которая называется X-CAT S93G. Эта цепочка производится в Швеции, непосредственно на фабрике Husqvarna, и оптимальным образом подходит для вот этих перечисленных выше моделей бензопил. Класс инструментов полупрофессиональных, несколько более производительных, имеет другую конфигурацию цепи. Здесь уже используется шаг 0,325 и тоже узкий хвостовичок 1,3 мм. Цепь, которая устанавливается на такую пилу, называется SP33G. Наш подписчик, в основном, например, пользуется бензопилой на даче, ну, какие-то досочки подпилить, может быть, дров на баню нарезать, вот ему тогда... В этой ситуации чаще всего мы рекомендуем именно бытовой класс бензопил. И здесь, как я уже говорил, используется цепь S93G. Там производитель позаботился о плавности пиления, и форма зуба здесь имеет, как бы, снятую фасочку и более закругленную форму. В такой ситуации процесс пиления и срезания волокна древесины происходит более плавно и постепенно, и благодаря этому пользователь испытывает меньше нагрузки, то есть меньше рывки, меньше какие-то вибрации при работе с инструментом. В целом работать такой пилой более комфортно и безопасно. Отлично. Ну, вот мы как можно более сжато постарались в несколько минут вместить вот этот довольно такой большой пласт информации. Теперь давайте перейдем к практической части. Юрий попробует научить меня затащивать пилную цепь. С чего нужно начать этот замечательный момент заточки цепи? Ну, у меня есть все необходимое для того, чтобы под затупившуюся в процессе работы цепочку заточить. И сделать это причем самостоятельно, без какого бы то ни было электричества. И больше того, это можно сделать в любом месте, в лесу, либо на своем участке. Не нужно разбирать пилу, не нужно снимать цепь. Мы лишь приобретаем соответствующий заточной комплект в магазине, открываем его и, значит, собираем необходимые аксессуары. Это напильник. В данном случае для цепи С-93Ж используется напильник диаметром 4 мм. Он легко вставляется в рукояточку, все надежно фиксируется. И после этого самый главный аксессуар – это шаблон. Шаблон, предназначенный для заточки именно этой цепочки. У этого шаблона имеются вот здесь такие стрелочки. Эти стрелочки мы должны направить по направлению движения цепочки. Ну и понятно, что цепь, она как бы обычная стандартная цепочка. Она имеет все одинаковые зубцы, но они направлены в разные стороны. Одни имеют заточенную часть на меня смотрит, другие – в противоположную сторону. Вот в данной ситуации мы будем затачивать зубцы, которые, режущая часть, находятся с внешней стороны цепи. Вот эти стрелочки мы располагаем шаблон вот таким вот образом. И он здесь достаточно плотно однозначно устанавливается на цепь. Причем производитель компании Husqvarna позаботился об удобстве пользователя. И на цепях именно компании Husqvarna последнего поколения имеется такое соединительное звено, окрашенное в золотистый цвет, которое поможет вам просто как бы понять, с какого зуба вы начали процесс заточки, и где вам нужно будет остановиться, чтобы не заниматься этим бесконечно. Вот таким образом мы ставим заточной вот этот шаблон на определенный зуб, с которого мы планируем начинать процесс. И дальше вот этот напильничек устанавливаем на режущую поверхность зуба. Таким образом выдерживается идеальный угол наклона этого напильника. Напильник полностью повторяет форму зуба. И после этого наша задача всего лишь как бы двигать его от себя, несколько таких вот плавных движений, но соблюдать единственное перпендикулярно роликом, чтобы он передвигался. Здесь получается рабочее движение именно от себя. Да, то есть мы вот берем вот таким вот образом его, да, и от себя, от себя режущую поверхность кромки зуба затачиваем. Вот, обратите внимание, сразу же появилась стружечка, и то есть 2-3 прохода уже фактически у нас зуб приобрел, ну, можно сказать, первоначальную остроту. Я вот заметил, что когда вы делаете это поступательное движение, вы немножко вращаетесь. Ну, да, это для того, чтобы напильник, он сам, если более внимательно посмотреть, да, у него такая насечечка идет, она как бы немножко по кругу, да, по такой эволюнте. И мы, получается, что мы таким вот движением даже, ну, несколько большую интенсивность придаем процессу заточки этого зуба, то есть как бы меньше, меньше однозначный износ самого напильника будет происходить, равномерный износ, ну, и, соответственно, диаметр его будет всегда постоянно. 2-3 движения совершили, перемещаем цепочку на несколько сантиметров вперед, ну, и при этом я делаю для удобства, то есть инерционный тормоз фиксирует цепь, чтобы она никуда у нас не двигалась, а в процессе как бы перемещения, ну, я немножко вот так отпускаю, да, и могу в удобную позицию переместить вот этот зуб. Снова ставим на режущую кромку зуба и несколько вот таких вот движений проводим. В таком режиме мы, совершив вот 3-4 вот таких движений, снимаем с режущей кромки зуба всего лишь 0,03 миллиметра стали. В отличие от того, что делает станок, это фактически в 10 раз меньше. То есть мы продляем ресурс работы цепи не менее чем в 10 раз. Это ваши деньги. Юрий, насколько я понимаю, вот этот процесс заточки зуба при помощи шаблона, это еще не все. Да, совершенно верно. Дело в том, что в процессе, когда мы затачиваем режущую кромку зуба, его высота постепенно снижается. Вообще ресурс самой цепи заканчивается там, где вот здесь на цепочке имеется небольшая такая рисочка. Если вблизи посмотреть, вы ее увидите. Это то, что рекомендуется производителям на этом закончить эксплуатацию самой цепочки. Но этот процесс, он благодаря очень экономному процессу съема вот этой стали, он наступит достаточно нескоро, потому что за каждую такую манипуляцию, когда мы затачиваем, подтачиваем зуб, мы снимаем с режущей кромки ну примерно 0,03-0,4 миллиметра стали. То есть это в 10 раз меньше, чем при заточке на станке, о которой мы вначале говорили. Но высота вот этого зуба, она постепенно снижается. И у современных пильных цепей есть еще одно важное такое, важный элемент. Это ограничитель глубины реза. Это вот это вот звено, которое выступает, ну как работает как рубанок. Чем больше мы выдвигаем лезвие рубанка, тем толще получается, что мы снимаем стружку. И вот здесь очень важно соблюсти как раз необходимый зазор. То есть самый простой способ посмотреть, чего у нас получилось, это положить вот так вот металлическую планочку и посмотреть, какой зазор между, значит, соответственно, режущей поверхностью верхней кромкой зуба и вот этой металлической планкой. Он должен быть где-то в пределах 0,4-0,5 миллиметров. И для того, чтобы его правильным образом отрегулировать, на вот этом шаблоне нашем имеется специальная вот такая планка с двумя отверстиями. Здесь мы можем, в принципе, производитель дает нам возможность выбрать тип древесины и даже в зависимости от твердости дерева выбрать вариант заточки вот этого ограничителя. То есть здесь есть отверстие для мягкой древесины и для твердой древесины. Значит, мы устанавливаем этот шаблончик вот таким вот образом на соседний зуб опираемого и здесь у нас вот в этом отверстии небольшое такое как бы площадочка, что ли, да? И мы видим, насколько ограничитель выходит либо не выходит за пределы самой вот этой планки. Если он выступает, то, соответственно, лишнее мы с помощью входящего в комплект плоского напильничка аккуратненько убираем. Каким движением? Это просто как бы вот эта же ручка переставляется в напильник и мы действуем просто лишнее вот таким вот образом срезаем. Ну, здесь нужно просто постараться не задеть уже как бы заточенную перед этим кромку зуба, да? То есть осторожненько подрегулировать. Делать это нужно где-то, ну, через одну-две заточки основной кромки, то есть можно это делать не каждый раз. Но здесь переборщить тоже может, как говорится, быть плохо, потому что тогда будет в процессе пиления как бы очень резкие рывки, будут, ну, такие вибрации более выраженные. А если мы не допилим этот ограничитель, то тогда уже у нас хорошо заточенная кромка зуба просто не будет доставать до поверхности древесины и эффективность пиления, естественно, тоже снизится. Поэтому с помощью вот такого вот шаблона мы легко можем все параметры цепи идеальным образом соблюсти. То есть, друзья, еще раз обратите внимание, нужно произвести две операции, и одна операция без другой уже такого как бы существенного влияния на качество заточки цепи иметь не будет. Это очень важно. Юрий, ну мы сейчас закончили работу по заточке цепи, вы переоблачились, как положено, для работы с бензопилой, и давайте, наверное, продемонстрируем зрителям результаты нашей работы по заточке цепи. Ну, бензиновый инструмент мы в помещении, наверное, заводить не будем, хотя я вам обещаю, что эффективность его работы будет ничем не хуже, чем современной аккумуляторной пилой. Давайте попробуем последние технологии. Друзья, цепочку этой пилы мы также заточили по правилам и по технологиям, которые демонстрировал Юрий. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Ну что ж, Юрий, я воочию убедился в том, что хорошая и грамотная работа по заточке цепи превращает инструмент просто в настоящий нож, который вонзается в древесину, как в масло. Друзья, это самый очевидный вывод, говорящий нам о том, что заточка цепи, которая делается своевременно, грамотно при использовании нужных для этого инструментов, она творит настоящие чудеса с таким инструментом, и уж тем более с таким инструментом, как пилы Хускварна.